Вот это вот все место, это большая открытая терраса, белая, ну как я называю ее такая вот безликая. Ее забрашировали и обожгли газовой горелкой. Даже отцилиндровку и то нужно конопатить. Просто отшлифованы и покрыты лаком для сауны на восковой основе. Друзья, всем привет, с вами канал Живая Русская Баня, меня зовут Владимир Ефремов. Я вам обещал обзор вот этой вот бани, давно у нас не было бани из массива дерева. Здесь хоть и не рубленное бревно, но оцилиндрованное бревно и внутри также оставлено полностью все в оцилиндрованном бревне. Не сделана обшивка по внутренним стенам, я считаю, что не нужно в таких строениях делать обшивку по внутренним стенам. Просто если сделать обшивку внутри такой бани, которая сделана из массива, а смысл тогда было вообще делать стены из массива бревна, тогда проще было из шлакоблока, пеноблока баню сделать. В общем баня очень интересная. С наружной стороны я вам ее сейчас все покажу. Помимо самой бани здесь есть еще купель. Купель с выносной печкой, чтобы можно было и попариться в бане и на улицу выйти. Очень классно зимой особенно полежать вот в этой купели, когда идет снежок. Лежишь смотришь на небо, на звезды, еще сосенки такие рядом красивые. И лежишь вот в этой вот купели, тебе тепло, а вокруг все холодно, ветер дует, снег идет, вообще зачетно. Здесь вся красота у нас в самой бане еще есть. Пойдемте заходить в саму баню, в самой бане покажу, что у нас там находится. Там прям зачет получилось. Погнали в баню. Прежде чем в баню зайти, здесь около бани еще большая зона отдыха. Вот это вот все место, это большая открытая терраса. Она не закрыта со всех сторон. Вот у нас одна сторона закрыта немного необрезной доской, а эти две стороны полностью открыты. И здесь, знаете, как сейчас модно делать из поддонов, поддоны облагородили, из поддонов сделали такие диванчики. Главное на них просто подушки заказать и все. Прям столика здесь сейчас еще не хватает. А так очень комфортная зона отдыха, особенно летом. Вышли здесь, полежали. Вообще классно. Пойдемте уже заходить в саму баню. Буду самой бани показывать. Кстати, заметили, какая дверь интересная? Сейчас расскажу про нее. Пойдемте в баню. Прежде чем в баню зайти, забыл показать. Здесь потолок сделали из необрезной доски. Вот ту, которую мы используем в Ефремовских банях, необрезную доску. Сосна здесь. Здесь также потолок сделали из необрезной доски. И видите, здесь тоже сделано... Тоже вы еще не видели, что в бане. Я уже сказал тоже. Потолок сделан не по горизонтали, а потолок сделан по стропильным ногам. Вот полностью вся подшивка идет по стропильным ногам, чтобы потолок не давил на голову, чтобы он был высоко. Ну, больше воздуха, что ли, здесь было. Покрасили укрывной краской коричневым цветом. Сам сруб более светлым, а потолок покрасили коричневым цветом. В общем, пойдемте в саму баню. Уже буду в бане показывать. Как уже сказал по поводу дверей, двери человек заказывал под заказ. Ему вот эти вот три двери. Вот раз дверь входная, вторая дверь в туалет. Сейчас планировку покажу. Третья дверь, она уходит в мойку. Вот эти вот три двери вышли 50 тысяч. Ну, конечно, нифига не бюджетно, но двери, конечно, зачетные. Сделаны из массива, пробрашированы и прожженные. Офигенно смотрятся. В общем, зашли мы в первое помещение. Это комната отдыха. Она такая, достаточно большая. И отдельное место в ней выгорожено под санузел. Вот эта вот стенка, она каркасная. Мы ее сделали также сосной, необрезной. Ну, под стиль сруба. Необрезная доска очень круто выглядит. Вот эту вот стенку сделали из необрезной доски. Сосны, опять же, ту вот, которую мы используем в Ефремовских банях. И, кстати, недавно кто-то из подписчиков писал, я сначала комментарий увидел, а потом потерял его. Пропал куда-то комментарий. Не знаю, может быть, человек сам удалил. А может быть, и YouTube удалил. Человек писал, что заказал у них липовую доску. Пришла там с большими сучками. Они вообще не выбраковывают. Вы не представляете, насколько мы выбраковываем. Но у нас доска стоит 1000 рублей метр квадратный. Это липа. И я ни в одном видео не говорил, что у нас липа экстра класса. Экстра класса это когда она без единого сучка абсолютно белая. Ну, как я называю ее такая вот безликая. У нас липа, она все равно ее с сучками. Она не однотонно белая. Там все равно есть где-то какие-то коричневые места. На всякий случай, тем, кто будет заказывать, я сейчас в парном помещении покажу, какая она у нас. Чтобы просто не ждали вот эту вот абсолютно белую. А то бывают, возникают такие вопросы. И по полкам тоже сейчас в парном помещении покажу. Мы здесь в парном помещении полки сделали из необрезной липы. Как она смотрится, как мы ее подбираем, тоже будет показано. На эту стенку заказчики повешали, повешали, повесили. Не знаю, как правильно. Телевизор. И здесь такая достаточно большая зона отдыха. Но мы с камерой попозже чуть сюда развернемся. Пока пойдемте покажу санузел. Так, заходим в санузел. Санузел небольшой, примерно, наверное, метр двадцать на метр двадцать. Он такой квадратный. Но здесь сделано просто все самое необходимое. Во-первых, унитаз. Ну, раз санузел, значит унитаз. Висит бойлер для того, чтобы в мойке можно было пользоваться душем. А не греть воду от печи. Хотя от печи здесь вода тоже греется. Ну и буквально маленький вот такой вот умывальничек, чтобы можно было после туалета помыть руки, вытереть их и выходим. Кстати, здесь же располагается электрический щиток. Чтобы не в комнате отдыха, а здесь же расположенный электрический щиток. Вот такой вот небольшой санузел получился. И развернулись в обратную сторону на комнату отдыха. Смотрите, какая она здесь получилась большая. Здесь у заказчика еще дом находится. Ну, там дом в процессе ремонта. Так он говорит, что мы, говорит, вот сюда заходили и вчетвером даже вот в этой комнате отдыха ночевали. Ну, места достаточно много. Баня получилась такая баня а-ля гостевой дом. Если гости приехали, можно их даже не в доме расположить, а здесь же в бане. Печка. По печке здесь достаточно много всего интересного. Выглядит она массивно и красиво. Печка здесь, ну, как уже видите, наверное, Гефест ПБ-03 ЗК с панорамным окном. С большим полукруглым облицовано кирпичом. И вокруг кирпича сделали деревянные вот такие вот постаменты. Вот это сосна. Ее забрашировали и обожгли газовой горелкой. Обычной вот этой вот маленькой ручной газовой горелкой. Смотрите, как классно, круто вот это вот выглядит. Когда вокруг печи это место отгорожено. Это как такой домашний очаг получается. Горит огонь, стекло большое, огонь видно. Вот это вот огорожено. Здесь еще поставить какие-либо украшения. Я не знаю, какие-нибудь, знаете, утюги старые сюда поставить для красоты. Ну, такой для брутальности или свечник какой-нибудь поставить. Будет вообще классно смотреться. В общем, вот такая вот комната отдыха. Потолки здесь тоже, как и на веранде, сделаны в конек. Прямо по скатам идет утепление и все потолки также подшиты сосной камерной сушки. Камерная сушка у нас вакуумная. Пропущена с двух сторон на рейсмусе, гладкая. Кора убрана, но оставлен немного луп. Вот этот вот желтоватый луп по бокам, который есть, он специально оставлен. Его можно сошлифовать полностью, а можно оставить. Но так как здесь все вот такое вот пестрое, сам сруб отшлифован, видно, что темные пятна, светлые пятна. Там также оставлены темные пятна, светлые пятна. И вот говорил по поводу сучков. Вот видите, здесь также сучки большие сделаны. Но это живые сучки, не выпадающие сучки. Смотрится, мне кажется, без сучков будет гораздо более грустно, наверное, смотреться, нежели с сучками. Все, идем дальше. Здесь у нас сначала будет помывочная. Она достаточно такая большая. Там есть моменты, которые мне не нравятся. Я вам сейчас их тоже сразу же покажу. А оттуда уже будем в парное помещение заходить. Погнали! Сруб мы весь конопатили. Хоть это и оцилиндрованное бревно, но он все равно полностью весь конопатился. Даже оцилиндровку и то нужно конопатить. Вот здесь вот у нас выведена горячая холодная вода из парного помещения. Вот здесь вот горячая вода, она греется от печи. Душ подведен от бойлера, который находится в туалете. И я просто размеры точно не знаю, поэтому размеры не говорю. Но видите, какая большая получилась моечная. Здесь прям много места. Потолки здесь подшиты также по стропильным ногам. Высота потолков очень большая. В парном помещении, кстати, точно так же сделано. И здесь даже можно еще поставить купель. А что сказал, что мне не нравится? Изначально фундамент и сруб, вот этот вот, ставили не мы. И здесь уже было сделано так, что не сделать порожек. Вот в этом вот месте нельзя сделать порожек. В принципе, можно было сделать порожек. Но заказчик сказал, давайте поставим плинтус. Я, говорит, буду, если что, тряпочкой протирать. Мы плинтус не жестко крепили, если что, в дальнейшем его поменяем. Но вот пока заказчик попросил плинтус поставить, мы поставили плинтус. На полу здесь кафель. Будут еще деревянные трапики. Но вот этот момент мне, конечно, не очень нравится. В бане все-таки плинтус... Я не знаю, наверное, такой расходный материал. Потому что вот в этом месте все равно задерживается влага. Ей оттуда тяжело уйти. И там начинается запривание. Здесь лучше делать кафельный порожек, чтобы вода вообще к срубу не подходила. Ну, про душ я уже сказал. Потолок. Отсюда у нас начинается потолок из липы. Если там у нас везде была сосна, то здесь потолок уже из липы. И вот смотрите, даже если здесь посмотрим, то есть более желтые доски, более белые доски. Вот в этом месте даже доска вот с таким вот рисунком. Где-то видны сучки. Так что мы отбраковываем прям вот дырявые доски. Мы отбраковываем доски с гнилью. Мы отбраковываем кривые доски. Но на нашей липе, в любом случае, если вы у нас ее заказываете, есть какие-то вот такие вот рисунки на ней. У нас нету липы экстракласса. Мы можем вообще отделить вам липу экстракласса, но липа экстракласса, она стоит уже в районе 3000 рублей, которая прям вот идеально просто вся беленькая. Но я считаю, что она просто безликая. В общем, поехали дальше. Дверь в парное помещение стеклянная, матовая. И в парном помещении полно всего интересного. Наверное, сейчас уже видите необычные полки, необычные подставки под сами полки. Пойдемте туда смотреть. И вот оно парное помещение. Полки у нас здесь сделаны из толстой 60-й липовой доски, не обрезной. Ну вот если вы здесь вот видите, она не прямая, а она с изгибами. И у меня тоже в комментариях люди спрашивали, вы что ее, говорит, прям вот подберете, что она ровненько-ровненько друг к другу будет? Да нет, не подберем мы ее, чтобы она ровненько-ровненько друг к другу была. Нету двух одинаковых стволов дерева. Ее все равно по месту где-то нужно будет подрезать. Вот если посмотрим заднюю доску, то она вот местами была подрезана. Мы их подбираем, чтобы они более-менее друг к другу подходили, чтобы не было огромных щелей, потому что у дерева где-то есть изгибы. Но в любом случае по месту ее нужно будет подбирать, ее нужно будет подшлифовывать, потому что мы ее пропускаем только через рейсмус. Хотя ее можно оставить и просто, когда она пропущена через рейсмус. В общем, полок здесь буквой Г вдоль одной стены и вдоль другой стены. Лавка тоже сделана из липовой доски, толстой, 60-й, но лавка сделана узкая, чтобы можно было спокойно подойти и парить человека. Вот таким вот образом, когда лавка узкая, даже еще удобнее парить, нежели совсем без лавки. Мне вот нужно, допустим, до человека дотянуться. Если бы не было лавки, я бы упирался в полок. А так я ногами, видите, коленями, уперся в лавку и могу дотянуться до того места, куда мне уже нужно. И на этой же, ну вот у меня нету тазика, ну покажу на ведре. Даже здесь можно поставить тазик, либо ведро, тем более тазик, он еще сюда под полок уйдет. И если кто-то хочет помыться в парном помещении, можно и в парном помещении помыться. Здесь, кстати, тоже есть слив у воды. Как и в мойке есть слив у воды, так же и здесь есть слив у воды. А стены здесь просто отшлифованы и покрыты лаком для сауны на восковой основе. Ну, вентиляцию Басту, наверное, все наши уже знают, мы ее здесь аккуратненько в уголке сделали. Вместо плинтусов и всех вот этих вот примыканий сделан канат. Не бойтесь каната в парном, особенно помещении. Если в мойке можно еще подумать, делать, не делать канат, то вот в парном помещении канат абсолютно нормально себя ведет. Я даже на своей бане проверил, специально повешал канатик. Ничего абсолютно с ним не делается, потому что парное помещение очень хорошо просыхает. Перехожу на противоположную сторону парного помещения. И по поводу вот этих вот стоек. Эти стойки сделаны из оцилиндрованного бревна. Я встречал такой вариант уже в бане, но баня работала в режиме мультирежимной бани. Это и не сауна, и не русская баня. Это в районе 70-80 градусов. Ну, для кого-то это, в принципе, просто баня. Для меня просто русская баня это в районе 60, максимум 70. Это вообще потолок. Так вот, если баня будет русская, влажная баня, прям мокрая русская баня, где много пара, где много льется воды, то вот эти вот стойки, ну, это не самый лучший вариант, так как дерево и много стыков. Но заказчик больше любит все-таки мультирежимную баню. С этой печкой, кстати, он может любую баню попробовать и выбрать уже ту, которую ему больше нравится. Но это чуть позже расскажу. Так, в общем, вот. Вот это вот. Сами стойки, они обработаны, кстати, точно так же, как и стены. По ним, в принципе, все сказал. Если баня будет сухая, то такой вариант, в принципе, вообще нормальный. Почему заказчик может попробовать и получить разную баню? Здесь стоит печка PB03ZK с внутренней каменкой в сетке. И эта печка больше мультирежимная. Ее можно как и сауну использовать, как и мультирежимную печку использовать, как русскую баню использовать. Если делать ее для русской бани, то здесь нужно использовать более мелкую фракцию камня. Допустим, у нас сейчас вот ЖДИТ сегодня, только с утра ездил. У нас сегодня пришло 6 тонн ЖДИТа. Есть и более крупная, есть более мелкая фракция. Так вот, если здесь плотно-плотно заложить ЖДИТом, конвекция будет гораздо меньше. Во внутреннюю каменку тоже ЖДИТ заложить. И тогда здесь будут более спокойные режимы в районе 60-70 градусов. Здесь у человека заложены достаточно такие вот большие камни. Конвекция между ними будет большая. И температура здесь вот при такой закладке будет порядка 70-80 градусов. Но, в принципе, можно сделать и даже сотку, кому режим сауны больше нравится. А если все-таки начнет человек идти в сторону русской бани, можно эту сетку убрать. Даже болгаркой ее просто разрезать, не снимая дымохода. Дымоход здесь, кстати, феррум стоит. Давное слово феррум, наверное, не говорил. Мы просто в своей бани постоянно феррум ставим. А новым зрителям скажу, я раньше постоянно говорил печка Варвара, дымоход феррум. И надо мной часто морили по поводу этого. Вот поклонникам тем, кому нравится, как я говорю, букву Р, дымоход феррум. Эту сетку можно срезать болгаркой, убрать ее и поставить либо стандартную каменную облицовку. Просто докупить каменную облицовку и установить ее сюда. Ну, президент облицовка, которая либо из меевика, либо из талька магнезита, по-моему. Ну, и там много разных вариантов. Либо обложить ее в дальнейшем кирпичом. Ну, чтобы не возиться, можно быстро вот из камня ее собрал, и все. И тепло гораздо более мягко идет от облицовки, нежели когда печка обложена камнем. От камня все-таки идет вот эта вот конвекция. По теплообменнику. Здесь теплообменник стоит на боку печи, и водяной бак находится в парном помещении. Не надо этого бояться. Не надо бояться в каком смысле. Вода закипать не будет. Вот если бы теплообменник стоял на дымоходе, а дымоход здесь у этой печи 130-й, то, скорее всего, вода закипала бы. Даже в выносном баке вода бы закипала. Ну, по крайней мере, она начинала бы парить. При боковом теплообменнике вода нагревается примерно до температуры в районе 70 градусов. Ну, если долго топите, 80 градусов. Больше она тоже, в принципе, не нагреется. Поэтому пускай он стоит здесь, в мойку выведен чисто только кран. Потолки здесь, так же, как и во всех предыдущих помещениях, тоже сделаны под самый верх. Паровой пирог, конечно, будет стоять достаточно далеко сюда в сторону уходить. Но так как везде одинаковые потолки, то и здесь сделали точно такой же потолок. Попробуем. Я, наверное, сюда даже приеду и попарю заказчика, чтобы он попробовал... Я постараюсь сделать режим русской бани, чтобы он попробовал, что такое режим русской бани. Прям, ну, ощутил вот это. А дальше уже сам будет выбирать мультирежимная сауна. Может быть, гости придут и захотят сауну. Ну, вот возьмет и достаточно просто сделает сауну в этой бане. В общем, вот такая вот душевная банька у нас получилась. Сейчас еще несколько объектов. Серега, это кто у нас здесь, вот в Челябинске, в Екатеринбурге, сейчас занимается строительством. Я сейчас на него камеру направлю. Ну, вы его уже в предыдущем видео видели. Так что, если он к вам приезжает, не пугайтесь, это наш человек. Строит. Оттуда еще несколько обзоров я сниму. Ну, сейчас меньше стало обзоров, но мы стали и меньше строить вот такие вот бани. Напишите в комментариях, как вам вообще вот эта вот банька. Понравилась, не понравилась? Может быть, что-то бы вы здесь изменили? В общем, свое мнение, свои пожелания. По вентиляции здесь все как обычно. Приход воздуха под печь, и на противоположной стороне вентиляция Басту. Так что, палец вверх ставим, на канал подписываемся. И всем пока!